Пусть не сбылась в этом году главная природная примет, и на покров вместо снега сияло яркое солнышко. Но примет времени для сердца важнее, и когда святыня возвращается в свой дел, это непременно к добрым переменам. Дорогие православные жители Березовки, паломники, кто приехал сюда на престольный праздник, я искренне приветствую с праздником покрова Пресвятой Богородицы, престольным праздником Березовки и этим историческим моментом, когда в соименный храм приносится икона, которая была в этом поселении до закрытия храма. С этим образом отец-настоятель, прихожане связывают благополучие и удачу строительства храма. И, конечно же, образ всегда был залогом. И вот этот образ сегодня уже находится в пределах поселения Березовка. И мы выражаем надежду, что Божья Матерь, в виде усердия Отца-настоятеля и тех, кто желает, чтобы поселение украсилось типовым православным храмом, будет и удача, и покров, и люди будут сюда хорошие приезжать, и Матерь Божья будет посылать сюда людей. 14 октября 2015 года по благословению Пресвященнейшего Владыки Лукьяна икона Покрова Пресвятой Богородицы вернулась к православным жителям Березовки. Нет уже старого деревянного храма, где пребывала икона со времени его освящения в 1908 году до печальных дней закрытия в 1923. И впоследствии разрушения, послевоенные годы. Икону сохранили верующие жители Березовки, затем передали ее в единственный тогда храм областного центра на улице Горького. Настоятели храма Ирии Виктор Суворов с матушкой Ириной, меценатами, помощниками, прихожанами ведут сегодня труд по восстановлению святынь исторического села. Были здесь для лихолетия и поклонный крест, и часовня, и церковь с намоленными образами. Сейчас, как по драгоценным крупицам, главные все же из которых сердца людей, возвращается сюда истинное богатство и честь русского поселения, которое, как веско сказано в народной мудрости, не стояло без церкви. Для богослужений сегодня эксплуатируется здание бывшей библиотеки. Спасибо администрации села, есть где собраться на праздники, покрестить детей. Но в престольные праздники неприспособленное помещение дает о себе знать. Ведь в эти дни обязательно приезжают настоятели амурских приходов с прихожанами. И вся красота архиерейского богослужения тонет в тесноте, хоть это не умаляет радости праздника. Из тесной церковной теплоты на простор главной сельской улицы. Крестный ход с вновь обретенной святыней промаливает путь до ее будущей обители, строящегося каменного храма. Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды. Праздникам С праздником Спасибо администрации села, не имамы иные надежды. Спасибо администрации села, не имамы иные надежды. Спасибо администрации села, не имамы иные надежды. Разве тебе, младычице, и нам поможи? На тебе надеемся и тобою хвалимся. Праздникам 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 Ни в коем случае не спеши Праздникам 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 положен в епископы и принял руководство Благовещенской епархии. День Хиротонии Владыки совпадает с Днем памяти священномученика Дионисия Ариапагита. Я думаю, что ответственности епископа мне не надо говорить, поскольку вы больше всего в этом говорите и рассуждаете. Я знаю, что все хотят видеть епископа особо, идеально, но перед вами обычный человек, который любит Бога, который никогда не помышлял даже о том, что станет епископом, который всю жизнь хотел служить Богу и быть обычным священнослужителем. Отныне, по словам Владыки, весь путь этого высокого служения – оправдание доверия священного синода в монашеском послушании и смирении. Я благодарен Святейшему за то великое доверие, которое было оказано мне. И несмотря на то, что многое было непривычно, непонятно и даже слишком ответственно, я с большой радостью нахожусь здесь, на морской земле. Многие до сих пор не верят, что человек может влюбиться в новые послужения, в новые земли, в новых друзей. Но я благодарен, что Господь на моем жизненном пути и служении уже епископа послал хороших людей, настоящих друзей, хороших батюшек, которые сейчас стоите и смотрите на меня, на вашего правящего архиерея. Я безмерно благодарен Богу. Вам особенно, дорогие отцы-настоятели и дружинники алтаря на бесслову. Владыка поделился со священством и пастрой, что никогда не преследовал заоблачных целей, кроме одной, чтобы благовещенская епархия встала на передовой путь развития. Сегодня многими усилиями, а главное, братским единством и пониманием амурского духовенства достигнуто немало. Так совпало, что в день хиротонии архипастыря богословские курсы духовно-просветительского центра святителя Иннокентия Вениаминова получили статус ипархиального духовного училища. Среди его учащихся немало молодых людей, полных серьезных намерений посвятить свою жизнь служению церкви и людям. И подьякон Александр Черных избрал путь монашества. В первой декаде октября он принял постриг с именем Августин. Совершил его присвященнейший владыка Лукиан в Гавриила Архангельском храме, подворье свято-троицкого мужского монастыря. Через несколько дней, в день хиротонии архипастыря, монах Августин был рукоположен в предьяконы. Аксимон 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 Я благодарю Богу, что ты есть в нашей Благовещенской Бархе, уже неправедный друг, друженик, учащийся в нашем духовном училище святителя Иннокентия. Я с лёгкостью руководаю тебя, потому что ты уже получил те нужные новоточальные знания для Диаконства. Сегодня звучат слова поздравлений от друзей из подвижников, прихожан амурских храмов, учащихся ипархиального духовно-просветительского центра. Всех, кто не просто любит своего архипастыря, а плывёт с ним в одном корабле к победе святого православия на родной земле.